Добрый день, друзья! Мы сейчас сделаем пальпаторную визуальную диагностику, Марго. Мы сделаем диагностику 100 для того, чтобы исключить проблему с ногами. Посмотрим на разность тазобедренных костей, на уровень плеч, лопаток и начинаем мы спереди. Значит, на что надо обратить внимание и как правильно поставить человека? Во-первых, пяточки обязательно надо свести вместе и носочки. И мы определяем, сразу определяем, как стоят ноги относительно вот этих костей на медиальных мышелках и длина пальцев ног. То есть смотрим на размер стопы. Второе, что нам надо сделать, закрыть глазки и вот так ручки сложить вместе. Мы всегда должны смотреть на длину пальцев. Вот если в камеру видно, у нее правый палец вот этот длиннее. Теперь нам надо точно определиться, это палец длиннее или она руку перетянула. Да? То есть тоже надо понимать, да? Мы же можем руку перетянуть и вот теперь получается, что рука длиннее. Теперь мы делаем повторный тест. Ручки вот так встряхнуть, плечи встряхнуть. Закрываем глаза, опять складываем. Смотрим. Опять чуть-чуть длиннее. Еще раз. Может нам покрутить плечами, посмотреть. Может где-то просто мышца заспазмирована. И опять сложить. Угу. Сейчас складываем и смотрим, да? Здесь уровень одинаковый. Вот. И надо исключить, просто бывают пальцы разной длины. Посмотреть. Так. Все. Значит, на это мы внимание обратили. Теперь нам надо обратить на основные моменты нашего опорно-двигательного аппарата. То есть я ставлю пациента к себе лицом. Давайте на камеру, наверное, лицом, да? Чтобы было лучше. И я присаживаюсь и смотрю на вот эти моменты. Очень важно посмотреть на уровень резиночки от трусов или шортов, чтобы она была одета правильно. Вот. Здесь есть у нас вот гребни по вздошной кости. Вот. Мы ставим два пальца. Чуть-чуть под тени вот это. Ага. Чтобы было. Потому что зрительно вот эта линия будет меня отвлекать. Вот. Смотрим на уровень плеч, да? И мы видим, что чуть-чуть у нас плечи с ключицей на разном уровне. Давай так четко ставим на камеру. И видно, левое плечо выше. Здесь может быть две причины. Вернее, три. Разная длина ног физически. Перекос тазобедренного сустава. То есть, если таз у кого кривой, да? Вот я нажал специально, видно, что плечо стало выше. И третья причина это сколиоз. Теперь я должен посмотреть, если у девушки у морга сколиоз. Надо наклонить голову и посмотреть на сам позвоночник. Но в таком положении очень тяжело видеть сколиоз. И это касается молодых девочек, подростков от 12 до 14 лет. Очень часто родители упускают вот этот момент, когда они быстро растут. И у них развивается сколиоз. Недавно у меня был случай, привели девушку 20-летнюю. У нее уже сколиоз третьей степени, уже здесь такой горб образовался. И мама говорит, что когда она была маленькой, не увидели этой проблемы. И очень быстрый рост костей, мышцы не успевают за этим. Поэтому позвоночник складывается в дугу. Это называется сколиоз. Для качественного определения надо просто подростка наклонить. Ручками пол достаем. И голову обязательно вот так вниз. Вот так нельзя делать в экстензии. И мы смотрим... Чуть-чуть давай на камеру. Ага, вот. Видно, что у Марго абсолютно ровный позвоночник. Любой родитель может взять вот так два пальца и провести по спине. И это и называется визуально-пальпаторная диагностика. То есть визуал, да, ровный. Хорошо встаем. Значит, у нас разная высота плеч или из-за ног, или из-за тазобедренных суставов. Как быстренько определить, в чем проблема? Надо попросить человека пройтись по комнате туда-сюда. Просто обыкновенным темпом. А еще лучше закрыть глаза. Потому что когда человек себя видит, и он знает, что это диагностика, он начинает контролировать. И вот так начинает ходить, как робот. Просто ходи вперед-назад, а я буду смотреть. Ко мне, да. Назад. Открывай, открывай. Так, что мы видим? Все, остановись, пожалуйста. Я увидел, когда ты ходила, я увидел, что у тебя вот эта ножка заваливается больше сюда. То есть есть продольная плоскостопие. Как это хорошо теперь определяется? Я беру палец. Нет, ты стой, ровно. Ровно, ровно. Я вот сюда засовываю и сюда. Видишь? Да. Сюда хуже палец засовывается. Когда ты только начал ходить, сразу увидел, как глаз у меня наметан, как у тебя ножка заваливается, и обратил на стопу. То есть как решается этот момент? Надо сходить к врачу, травматологу, ортопеду и сделать стельки под заказ. Я адрес дам у нас в городе. То есть в стельке будет индивидуальный продольный свод и нога не будет заваливаться. Что происходит в таком случае, когда завалится нога сюда вовнутрь? Естественно, и колено уходит, вот сюда будет уходить, вовнутрь. Естественно, будет стираться хрящ коленный. Конечно, в 20 лет это незаметно, но в 40-45 будет проблема. Я уже не говорю, пусы 50. Вот. То есть та часть, которая больше компримируется, будет быстрее стираться. То есть сустав пойдет на излом. То есть сустав будет не вот так ровно, а вот так вот. Потому что он вовнутрь падает. И медиальная часть мениска будет стираться, и крестообразные связки будут всегда натягиваться. И будет болеть колено. Вот у меня такое было. Я на спорте в юности порвал ногу, голеностоп. Просто оступился, и разорвались все связки. Был разрыв связок, нога была такая опухшая. И всю жизнь я ходил криво получается. У меня болело колено. Но я что, умею динамистирать? Я эту проблему знал. Я пытался в нашей стране найти стельки. Ходил по разным магазинам медтехники и не мог. То есть я нахожу стелька работать неделю-две и выкинуть. Плохое качество. Вот. И когда я в другой стране купил стельки швейцарского качества. Швейцария рулит. Стельки дорогие, качественные, 100 евро. Я до сих пор в них хожу, им уже два года. Ровно через неделю у меня перестало болеть колено. Я пришел к врачу. Врач-ортопед поставил меня на специальные весы. Посмотрел, что нет свода. Продольный расспросил, почему. Я рассказал про травму. Он говорит, этого мы уже не изменим. Травма была в 17 лет. А мне было там 44-45 сколько. Не помню. 45. Вот. То есть все. Это уже оно за все года свыклось. Подобрали стельку. Через неделю боли нет. Так как ты молодая, у тебя еще ничего не успело стереться. Ничего не успело испортиться. Это все можно сейчас выровнять. Но обязательно надо найти стельку. Естественно, теперь становись вот так. Если вот эта нога заваливается сюда, то что будет с тазом? Нога это же основа, пол фундамент, стопы фундамент, ноги основа. Как балки, на которых стоит крыша. Естественно, вот если эта балка сюда заваливается, коленка у тебя сюда уехала, то это бедро что? Упало. Это бедро поднялось, а плечи стоят на чем? На бедрах. Понятно, почему у нее левое плечо немножко выше. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова